Установление доброго имени солдата Это венец всей нашей работы Потому что пропал без вести Это что угодно может значить Мог в плену оказаться Мог сотрудничать Мог стать коллаборантом Сотни случаев на войне может быть А когда он вот здесь Мы его нашли Погибшего под Могилевым В траншее лежит Здесь все вот эти остальные домыслы Они исключаются Остается вот Человек отдал свою жизнь За Отечество, за Родину Меня зовут Николай Борисенко Я председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба Мы возвращаем пропавших без вести солдат домой Наш поисковый клуб Викру Это сообщество единомышленников У нас самому младшему 16 лет Самому старшему 70 Во время учебы в БГУ Нас учили пословицам латинским И когда мы думали Какое же название придумать Я вот чудесным образом Вспомнил пословицу Виктория Куэнта Латинскую Ну она дословно переводится Победа купленная кровью Ну мы ее перевели Как победа завоеванная кровью Сегодня мы уже знаем Что 27 миллионов Остались на той войне Такой страшной войны не было Вообще В мировой истории Потому мы посчитали Что да Это наиболее подходит Для поиска Для нас Сокращенно Викру Виктория Куэнта Победа завоеванная кровью У нас за день Могут быть десятки звонков Кто-то просит Помочь разыскать Пропавшего без вести Там на войне Кто-то просит Консультацию Потому как найти А кто-то звонит А у меня вот Бабушка рассказывала Что возле огорода Лежит самолет С времен войны Ну как с такой информацией Оставаться равнодушным Сами садимся на машины И едем проверять Эту информацию Полевой поисковый сезон Длится с апреля По октябрь То время Что остается Межсезонье Используется На подготовку Полевому сезону Мы сначала Архивы Воспоминания Людей читаем Которые участвовали Боях в этой местности А потом уже Идем в населенный пункт И ищем Кто что-то помнит Об этом Или даем объявление Или через сельский совет Узнаем И тогда мы уже С ними по полной работаем Для того чтобы серьезно Заниматься изучением войны Обязательно надо знать Другую сторону Немецкие документы Чем хороши За ними осталось поле Они видели Настоящее количество потерь Мы очень активно Сейчас изучаем Немецкие аэрофотосъемки И смотрим места Уже работаем Результативно Пустую не будем Ходить по полям Это поле 41-го года Поле на котором До сего дня Покоятся Защитники Могилева Как погибли В середине И в конце июля 41-го года Так на глубине Метра Полтора метра Они до сих пор Лежат Всем их Практически все Числятся Пропавшими без вести Прежде чем Начать работы На поле Мы обязательно Обследуем его Мощными Современными Металлоискателями Привет мужики Здравствуйте Новый флажков Наставили Еще на одну Вахту хватит А это Паша И все Привет Приветствую Паша Здорово Здравствуйте Сложок стоит Потому что тут Какой-то Металлический сигнал Достаточно крупного Объема Моя задача Проверить Где он находится Если это верховой сигнал То есть если это не боец А какая-нибудь Глубинная находка А именно сверху В данном случае У нас что-то сверху Тут лежит Сейчас мы попробуем Немножко Откинуть землю И смотреть Что у нас там Вот мы сразу Уперлись Похоже От какой-то Хозяйственной техники Все То есть пока откидываем Проверяем еще раз Флажок Значит все Флажок забираем А кости чего попадаются Неизвестно Внизу лежит боец Но пока мы видим Вот здесь Сброс Поле боя Осталось за немцами И вот местных жителей Они заставляли Хоронить наших бойцов Ну и вот то Что они сбрасывали Вот мы сейчас Подняли Здесь видите Гильза Осветительного патрона Немецкая Магазин От винтовки СВТ Полностью Конфлектованный Гильза От винтовки Мосина 7,62 калибра Каска разбитая Трехклепка наша СШ-40 Лопата саперная Советская БСЛ большая Конечно Если бы При нем был Медальон Именной Личный Конечно Если он прочитается Это для нас Самое большое счастье Самая большая удача Потому что По нему Можно установить Имя Найти родственников Сообщить им Об этом Вот боец Лежит Хорошо Просматривается Уже Наткнулись Где-то Не важно Какую На ногу На голову И начинаем Зачищать вокруг Чтобы он Оказался Полностью На поверхности И не пропустить Главное Ничего Из находок Которые Могут Помочь Установить Имя Это самое важное Вот В этих Расскопках Тут уперлись Ребята В карман В галифе Излетли Остатки Спичного Коробка Деревянного И монетки Ну Карманы Как правило Это самые интересные места Потому что Может попасться Медальон Николай Сергеевич Скорее всего Медальон Медаллический Так Здесь у нас Уже не первый В районе Нагрудного Кармана Вот прямо Пуговица От нагрудного Кармана К нему Прилипла И очень похоже Что именно Это медальон Да Похоже Медаллический Из двух частей Вот одна Потоньше Другая Потолще Надежда Есть Что ими Вернется Вот такой Протокол Раскопа Составляется На каждого Поднятого Бойца Когда мы закончили уже подъем Останков бойцов Следующий шаг За 52-м батальоном Передаем останки ему Они пакуют их в пакеты Опечатывают И сдают Местный сельский совет Согласно законодательству В течение трех месяцев Останки должны быть Перезахоронены Торжественно Со всеми воинскими почестями Если удалось установить имя Значит Пытаемся найти родственников Пригласить их На перезахоронение Согласно Белорусскому законодательству Все поисковые работы На местах Бывших боевых действий На неустенных Неизвестных Ранее захоронениях Проводятся 52-м Поисковым батальоном Вооруженных сил Республики Беларусь У нас с ним Очень тесные связи Много бывает случаев Что некоторые люди В своих каких-то Корыстных целях Копают Производят работы Мародеры Так сказать Поэтому мы существуем Чтобы С почестями С честью Отдать Дань памяти Тем военнослужащим Которые Погибли Защищали Нашу землю Проливали кровь Я должен контролировать Поисковые работы Вести учет Сопутствующих Находок Костных останков Передачу Взрывоопасных Предметов Стрелкового Оружия Костные останки Естественно На перезахоронение Ну а взрывоопасные Предметы На уничтожение Полевой поисковый Сезон У нас продолжается Сейчас мы Ведем работы В Чаовском районе Антоновском Сельсовете В районе Деревень Кузьминичи Ужжирь Дужевка Это места Ожесточенных Боев В 43-44 Годах Здесь фронт стоял 9 месяцев За это время Здесь погибли Тысячи бойцов Большинство из них Остаются лежать На полях Неупокоенными Неоплаканными И незахороненными Судя по глубине Залегания останков Солдат лежит Не на позициях А в воронке И скорее всего Этим же снарядом Либамина Его и убило Вокруг останков Мы наблюдаем Просто огромное Количество осколков Из находок Котелок Две ложки Боеприпасы Попалась Очень интересная коробочка Вообще мы такое видим Впервые Это Ну Памятный сувенир Вот что-то такое Могли Наградить За какие-то заслуги 25 лет октября Бойцу Отечественной войны Больше похоже на то Что здесь Хранилась махорка У солдата При себе была Каска Не характерна Для этого периода Больше Для более раннего 41 год На жаргоне Она называется Халкинголка Можно предположить Что солдат Очень давно воюет И у него есть Какие-то заслуги Просто надеемся Наверное даже мечтаем Что если он Давно служит То может быть Какая-то награда И будет Где-то там На дне воронки В прошлом году В Чаосском районе Подняли Трех бойцов В одном захоронении При одном из них Была медаль За отвару По номеру медали Установили Имя солдата Начинаем в архиве Пробивать Списки безвратных потерь По этому бойцу В этом списке В этом захоронении Два остальных Его товарища Тоже числятся И тоже имена И полные данные На них Бывают случаи Когда мы находим Подписные вещи Котелок Ложка Фляга Наш клуб Прежде всего Состоит из людей Заинтересованных Военной истории Поиски На местах бою Установление Доброго имени солдата Все мы Поиск попали Из разных профессий Я работаю Инженером Системотехником На железной дороге Женя Давай рассказывай Про себя Я работаю В белотелекоме Осиповичи Он копает Тоже По профессии Своей Да По профессии Копаю И здесь Копаю Везде Копаю Я работаю Начальником ОКСа Белоруссинского Белоруссинского В поиске В поиске С 95-го года В поиске Среди наших членов Инженеры Рабочие Писатели Историки Краеведы Педагоги Журналисты Все это делается Все это делается Исключительно В свободное От работы Время Многие Берут Отпуска Подбирают Под план Работ Под вахты Любой человек Может прийти К нам Если он Неравнодушен К поиску Солдата Любит Военную Историю И может Четко Объяснить Для чего Это ему Нужно Ну и Обязательно Рекомендации Двух наших членов Старых поисковиков Если их нет Извините Ребята Кандидатский стаж Может тянуться Долго-долго Наше объединение Насчитывает 23 Поискового Группы И отряда Ну и Порядка 150 Активных Членов Основной Состав И Столько же Примерно Переменного Состава То есть Это Учащийся Школ Работающая Молодежь Я сам Родился В Могилеве Потом Семья Переехала В 20 Километрах От Могилева В Чавовский Район На места Боевых Действий Я в тех Местах Вырос Окончил Школу В 93 Году И шел Могилевский Областной Центр Туризм И Краеведение И вот С того Времени Мы ведем Свою Историю Ну Великая Отечественная Для меня Она Самая Близкая По историческому Перилу К тому же Эта война Самая Страшная В истории У моего Дедушки Было Семь Братьев Шестеро Не вернулись С войны И только Одного Я смог Найти А остальных Пятеро Вообще Нигде Не числятся Никак То есть До сих пор Они без вести Пропали Ушли на войну Вот представляете Для бабушки Моей Для матери Она всю жизнь Без вести Пропала Она всю жизнь Ждала их Я с детства Это помню И мать Постоянно Об этом Напоминала И дедушка Рассказывал Ничего Уже Не надо Мне И тем Плывущим Рядом Нам бы Жить И вся Награда Нам бы Жить Нам бы Жить Нам бы Жить А мы Плывем По небу Эта боль Не убывает Где же Ты Вода Живая Ах Зачем Война Бывает Ах Зачем Ах Зачем Ах Зачем Зачем Нас Убивают А дымок На дочь И крышей Все бледнее Бледнее И выше Мама Мама Ты услышишь Голос мой Голос мой Голос мой Все Все дальше Он И тишина А когда хорошая погода Когда хорошее настроение Когда хороший объект поисковый Там где можно работать несколько дней Тогда действительно можно собраться у костра Можно поночевать Можно песни попеть То есть душевно посидеть Знаешь Голос мой Наряду с установлением имен, наряду с поиском на местности, с архивными исследованиями, для нас не менее важна работа с молодежью, работа особенно с учащейся молодежью. Регулярно выезжаем с такими просветительскими уроками, лекциями, выставками. Обязательно при каждом выезде мы используем выставочные материалы. И плюс привлекаем наших ребят-реконструкторов. И они одеваются в форму солдат 1941-го, либо 1944-го года, рассказывают об оружии. Ребята очень серьезно, глубоко занимаются этим. Они уже снимались в фильмах «Саленград» Бондарчука, «Брестской крепости», «Днепровский рубеж». С 2022 года наш клуб инициировал патриотический проект «Научись вспомнить». Цель проекта, наверное, заключается в том, чтобы привлечь детей к полезной работе в интернете. Они изучают историю захоронений. Кроме этого, мы активно встречаемся с нашей молодежью. Дети подходят к нам и начинают рассказывать о своих воевавших дедах, спрашивать, а как можно их найти. Да и мы, конечно, им подсказываем инструменты, как можно вытянуть ниточку времени и узнать о том далеком, но все-таки родном человеке, благодаря которому они сегодня получили мирное небо над головой. Я считаю, что цепляет за живое то, что это не пустые слова, не пустые лекции, а здесь все идет через живую работу, через военную археологию, через раскопки. Ни одного раритета, который мы привозим, вот этого железного, нет взятого из фонда, откуда-то из хранилищ, это все из земли. Каждый предмет, по сути, имеет свою историю, и мы об этом рассказываем. 11 февраля 2022 года нам предложили подать материалы на премию президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Мы получили эту премию. Радость, волнение, то, что не остались незамеченными, то, что ребята отработали на совесть столько лет. Ну и, конечно, это дает второе дыхание, как я иногда говорю, нас теперь не остановить. За 28 лет работы совместно с 52-м батальоном подняты из земли 1515 бойцов и командиров Красной Армии, это на сегодняшний день. Из них установлены имена 117 человек. Установлены данные о 26 с половиной тысячах пропавших без вести. Предпоследняя вахта, когда мы подняли 23 бойца и милиционера на высоте Владимирова в Гаях, было установлено имя одного из них, Дрищенко Яков Степанович. Нашли родственников в Климучевском районе. Одна я племянница, забрала его на родину, там перезахоронила. Здравствуйте, Галина Даниловна. Рады видеть вас тоже. Здравствуйте. У нас тоже здравствуйте. Вы уже для нас родные стали. Это Светлана. Личные вещи, как губернатор Константинович Заяц, когда передавал и поцеловал эти вещи, они были в рамочку запакованы, и со слезами передал. Ну, только, наверное, безразличного человека это не тронет. Все, кто был рядом, все плакали. За 30 лет без малого мы... Вот это первый случай, когда уроженцы Могилевщины нашли родственников на Могилевщине. И всегда, всегда очень интересно и приятно узнавать, как в семье хранили память. Каким был человек, мы узнаем из первых уст наших земляков. Мы с бабушкой сидели на печь, она так мне рассказывала, говорит, за 20 километров придется, и конфеточку мне принесет. То есть он добрый, душевный такой был, да? Да, и вообще у меня такие дяди добрые были. Это мне хотели сделать, это ДНК, это-то поглядели, он, не надо, он похож на себя. Мы ради этого работаем, понимаете? Не просто ради того, чтобы вот выкопать там и захоронить обезличенные косточки. Есть имя, вернули в семью, работа сделана качественной до конца. Я говорю, пойду вот так к обелиску с мамой-то плачать. Ну, я к тому не доходила так. А тогда к самой, что-то потерять детей, что-то потерять, знаете. Теперь вы знаете, что он геройски погиб при защите Могилева. Сколько буду жить, я всегда буду к нему приходить. Господь где-то ходит рядом. Я это и по жизни ощущаю. Не зря же, я говорю, 24 часа работаешь. Он как будто подталкивает. Где-то останавливает. Остановись. Здесь можешь идти. Станки находим благодаря современным технологиям. А вот имена земля с трудом отдаёт. И вот когда её находишь, это чувство ни с чем не сравнит. Вдохнул, выдохнул. Всё, сделал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok